Друзья, всем здравствуйте! Всех с наступившим Новым Годом! Мы рады вас видеть в Новом Году вместе с нами, вместе с нашей командой World Class. И хотим вас поздравить сегодняшней тренировкой, новогодней тренировкой Total Stretch. Да, я уверен, что тренировка здорово у нас пройдет с вами в дуэте. Да, мы сегодня с Яной будем проводить. Меня зовут Тимур, Сан-Анк-Петербург с вами на связи. И World Class Синная. Total Stretch, тренировка на все наше свое тело. Мы развиваем здесь гибкость, мобильность, расслабляем мышцы во время наших каникул, я думаю, это самое то. Все, что нам понадобится, это коврик. Два коврика у нас есть. Вам один, в принципе, будет достаточно. Если вы вдруг тоже в паре тренируетесь, как вариант, два тоже подготовьте. И ремешки, либо что-то подобное, как вариант, полотенце тоже подойдет, чтобы где-то помогать себе увеличить интенсивность. В принципе, можно начинать? Да, но у нас сегодня будет небольшой сюрприз. Мы подготовили с вами сегодня три позы, которые вы потом можете красиво сфотографировать, выложить в соцсети, отметить нас, World Class Clubs. И мы обязательно посмотрим это, убедимся в том, что вы сделали все качественно. И сегодня добавим подводящее упражнение к этим позам, чтобы все получилось. Да, давайте начинать, уже не терпится. Да? Ну что, начинаем стоя. Стоя исходное положение, стопы на ширине таза, пресс напряжен и с ровной спиной. Как и любая тренировка, встреча тоже у нас начинается с разминки. Мы должны подготовить свое тело к нагрузке. Плавной, спокойной нагрузке и плавный, спокойный темп разминки. И такой же темп в основной части, да? Еще раз, стопы на ширине таза, ровно спиной вверх. Давайте легко подышим, руки можно опустить на ребра. Сделаем пару вдох-выдохов, чтобы окончательно успокоиться. Вдох и вперед-выдох. Еще раз напоминаю, легкая, плавная тренировка. Это темп, который должен у нас здесь быть. Еще вдох. И на выдохе. Отлично. Сразу руки в стороны и начнем вовнутрь вращать запястье. Мы будем двигаться от малых суставов к большим, да? И тем самым разомнем все наше с вами тело. В обратную сторону. Отлично. Руки можно поднять чуть выше и продолжаем. Локти вовнутрь. Сейчас так же не спеша, спокойно. И в обратную сторону. Здорово. И движемся дальше. Плечи. Большой круг правой и левой рукой. Старайтесь здесь нарисовать как можно больше круг, но при этом внимательно, внимательно к своим ощущениям. Нам должно быть комфортно и легко. Еще один. И назад так же. Во время всей тренировки не забывайте, пожалуйста, что все ощущения максимально легкие и комфортные. Да? Больше нам здесь ничего не нужно. Нет скорости. Стоп. Отличные руки на пояс. И начинаем вращать тазом. Забедренный сустав. Наша следующая цель. Наш следующий регион. Начиная с малой окружности, можно увеличивать с каждым кругом. Да? Увеличивать амплитуду. Еще один. И в обратную сторону. И он у нас получается с тобой синхрон такой. Отлично. Стоп на месте. Правая нога. Отведение бедра к коленам. Рисуем круг наружу. Ну что, как дела? Как настроение вообще? Как встретили Новый год? Да, расскажите нам. Очень интересно. Еще круг. Стоп. Левая нога. Отведение бедра. Мы максимально стараемся сохранить новогоднее настроение. Видите, да, у нас фон максимально заряжен этим настроением. Еще один. И правая нога, но вовнутрь. Сохраняем движение, но меняем направление. И также здесь мы начинаем с маленькой окружности. Если комфортно, если легко, вы можете ее увеличивать. Еще один. Левая нога вовнутрь. Если здесь тяжело вдруг стоять, такое бывает. После праздников колено опорное сгибается. Да, и после каждого приведения вы можете опускать ногу вниз на коврик для лучшего баланса. Это последний раз. Правая нога вперед перед собой. Сгибаем, разгибаем голень. Отлично. Отлично. Аккуратно поменяем ноги. Ну что, плавно проходим по всему телу. Да, сохраняем. Легкий, спокойный темп. Еще один. Отлично. Правая нога вниз. Голеностоп. И сразу же в другую сторону. Отлично. Поменяем ноги и повторим. В другую сторону. Здорово. Здесь все. И стоя стопы по-прежнему на ширине таза, мы завершаем разминку. Это шея, мышцы с которыми нужно быть максимально деликатными. Поэтому аккуратно влево-вправо начинаете поворачивать голову. Так, пока вам комфортно. Да, здесь точно так же. Отлично. Последний стоп. И теперь вниз наклон головы и перед собой, понимаете. Опускай голову вниз, попробуйте коснуться подбородком гордной клетки. Вверх до параллели с полом будет достаточно. Сильно не запрокидывайте голову. Еще один. Стоп. Отлично. Ну что, еще раз. Стопы на ширине таза. Распределяйте вес тела на правую и левую ногу равномерно. И еще попробуйте распределить вес тела на всю стопу. Да, три точки. Подушка большого пальца, мизинца и пятка. Подушечки. Между тремя точками тоже распределяйте равномерный вес тела. Очень важно начать с этого. Отлично. И будем потихоньку начинать. Сейчас руки в стороны. Мышцы груди. Наша первая цель. Локти за спину. Вверх грудь. Да, и локти чуть согнуть. Наша цель очень простая. Вверх тянуться грудью. Локти назад в диагональ. Аккуратно подкрутить копчик. И не переставая тянуться вверх в диагонали грудной клеткой. Чем дальше локти мы заведем за спину, тем больше встречи для грудных мышц. Отлично. Хорошее напряжение середины спины. И на выдохе руки еще дальше назад. Отлично. Аккуратно возвращаемся в исходную позицию. Правая рука ближе к себе. Мышцы плеч. Дельты. Обратите вперед корпус. Вперед таз. И правую руку прижмите как можно ближе к себе. Давлением левой руки мы регулируем интенсивность встречи правой дельты. Плеч. Сильнее давление. Больше встречи. На выдохе чуть увеличим. Да. Напряжение. Супер. И аккуратно правую руку сгибая локтя. Водим за спину. Колпачок здесь. Локоть направлен вверх. Сгибается сильно локоть. Чем сильнее согнем локоть, тем больше встречи для трицепса. Треуглавая мышца плеча. Все, что сзади по руке. Отлично. И аккуратно будем менять руки. Возвращаемся в исходную позицию. Левая рука в сторону. Прижимаем к себе правое плечо правой рукой. Сильнее прижать, больше встречи получите. И аккуратно за голову. Сгибается локоть. Ладонь между лопатками. Локоть направлен вверх. Супер. И аккуратно возвращаемся в исходную позицию. И сейчас вперед за руками, вытягиваясь как можно дальше. Можно собрать руки в замок, либо просто вытянуться. Середина спины. Наша цель. Лопатки в стороны. Здорово. И аккуратно опускаем руки вниз. И идем дальше. Ниже. Большие мышечные группы. Ноги здесь. Сгибая ногу правую. Остаемся на левой. Пятку к ягодице. Колено направлено вниз. Еще раз. Допро равновесие. Пятку к ягодице. Колено вниз. И если тяжело стоять, колено левое сгибайте. Либо вы можете воспользоваться любой опорой, которая у вас есть рядом. Наша цель здесь очень проста. Пятку привести ближе, плотнее к ягодице. Если недостаточно стричь, напрягайте правую ягодицу. Толкайте таз вперед. Выше грудь. И второй рукой можно также здесь помочь. Давлением, опять же, на стопу мы регулируем стричь. Растяжение квадрицепса правого. И аккуратно можно здесь разгибать. Ногу медленно. Ноги большая мышечная группа. Я это уже сказал. И поэтому здесь мы будем чуть дольше задерживаться. Большая крупная мышца. Больше времени нужно для встречи. С прямой спиной фиксируя корпус. Опускаемся вниз. Вниз так, пока сзади по правой ноге не почувствуем. Снова хорошее растяжение. Как только почувствовали. Стоп. И с каждым третьим выдохом пробуйте чуть ниже опускать корпус. Помните, корпус, туловище прямо. Мы опускаемся за счет живота. Живот к бедру наша основная цель. Не забывайте выдыхать и опускаться чуть ниже. Отлично. Аккуратно вдох. И на выдохе чуть ниже. Еще чуть ниже. Еще раз напомню. Так низко, чтобы было ощутимо, но комфортно. И аккуратно возвращаемся в исходную позицию. Поднимаемся вверх. Супер. Время пришло поменять ноги. Левая нога. Сгибайте голень. Колено вниз. Правое колено чуть согнуть, чтобы легче было стоять. Старайтесь колени удерживать как можно ближе друг к другу. Корпус вперед. Плечи вперед. Вверх грудь. И таз тоже толкнуть вперед. Левая ягодица в напряжении. Второй рукой. Если комфортно, вы можете себе помочь здесь. На выдохе пробуйте чуть ближе привести пятку к ягодице, если есть еще куда. Мне вот интересно, все повторяют с нами, наверное, сейчас? Или кто-то с салатом сидит еще? С мандаринами. И аккуратно будем разгибать голень. Ногу вперед перед собой. Стопы на ширине таза здесь. Чем уже будут стопы, тем тяжелее будет стоять. И поэтому ставьте здесь сразу. На ширине таза наклон вниз с прямой спиной. Отлично. Вниз так, пока сзади не почувствовали. Хорошая встреча. Что значит прямая спина? Стоя мы стоим в своем естественном положении. В наклоне мы должны остаться с таким же естественным своим положением корпуса, туловище. И пробуем на выдохе чуть ниже опуститься вниз, животом к бедру. В первую очередь. Выше плеча, выше грудь. Отлично. Легкий выдох. Еще чуть-чуть ниже. Супер. И аккуратно, медленно будем разгибаться. Нога назад. Ну что, я выступаю место. Яне. Ну что, друзья, продолжаем. Сейчас мы приступаем к нашей первой позе, точнее к подготовке к ней. И начнем мы с опускания вниз. Развернитесь в левую сторону. Можно в правую. На самом деле тут будет не так важно. Колени раскройте в стороны. Таз на пятки. И мы уходим в позу ребенка. Подтяните за руками вперед. Расслабьте корпус. Почувствуйте, как позвоночник вытягивается в две противоположные стороны. Голова на лоб. Таз тянем назад. За руками двигаемся еще дальше. Стараемся держать локти прямыми и тянуться подмышечными впадинами вниз. Чувствуем, как растекается тело. Растягиваются мышцы между ребрами. В центральной части спины, в нижней части и в верхней. Хорошо. За руками сейчас шагните в правую сторону. И потяните с левым плечом сильнее вниз. Растягивая широчайшие мышцы спины. Угласть с внешней стороны лопатки. На сегодня ждет очень красивое положение. Я уверена, что некоторые уже умеют его делать, но некоторые закрепят результат, а некоторые только научатся. Итак, шаг в другую сторону. И с выдохом точно так же вниз, влево. Правой рукой старайтесь выйти за левую. Потянуться правым плечом вниз. Выровнять таз. Ладони возвращаются в центр. Затем ставим их под плечи. Колени под таз. Поза четырех точек. Ладони и колени стоят на полу. Спина плоская. На выдохе округлите спине. Надуйте ее. Подтянитесь носом к животу. Таз протолкните вперед. И на вдохе хороший прогиб. Не торопитесь. Дыхание очень медленное и глубокое. И снова выдох. Подкрутить. Подтянуть живот к спине. И вдох. Двигаемся по одной прямой линии. Подключаем шейный отдел. Еще так же. Два раза. Это упражнение нужно, чтобы разогреть нашу спину. Мышцы спины. Еще один. И последний раз. Прогиб. Хорошо. Остановитесь здесь. Сделайте ладонями длинный шаг вперед. Оставьте таз над коленями. И потянитесь грудным отделом вниз. Голова на бок. На любую сторону. Снова постарайтесь сохранить руки прямыми. И грудью потянуться еще сильнее вниз. Дополнительно вытягивая грудной отдел. Затем поверните голову в другую сторону. Для полной симметрии. Прекрасно. Аккуратно переходим в позу кобры. Опускаемся на бедра. И ставим предплечье на пол. Оттолкнитесь руками от пола. Плечи опустите вниз. И почувствуйте хорошее растяжение передней линии. И вытяжение мышц спины. Постарайтесь действительно давить руками в пол. Вытягиваясь в шейном отделе. Но не закидывая подбородок слишком сильно вверх. Посмотрите на пол. Почувствуйте как опускаются лопатки. Поднимаются ребра. Если вы чувствуете здесь вытяжение, можно остаться. Если недостаточно, попробуйте перейти в собаку мордой вверх. Ладони поставить под плечи. И вытянуться. Лопатки опускаем вниз. Хорошее разгибание. Старайтесь растягиваться не только в пояснице, но и в груди. Поднимать грудную клетку вверх. Хорошо. И отсюда аккуратно сгибаем колени. Подкручиваем стопы. И уходим в собаку вниз. Здесь также, если вы чувствуете слишком сильное вытяжение, можно слегка согнуть колени. Подтянуть мышцы живота. И руками сильно оттолкнуться от пола. Постарайтесь пальцы рук поставить очень широко. И потянуться животом к бедрам. Спина неизменно плоская. Плечи опускаем вниз. Подмышки тянутся к полу. Вытягиваемся в грудном отделе. Если получается, старайтесь выпрямить ноги в коленях. Отлично. Правая нога будет по центру. Левую ногу поднимаем наверх. Сгибаем ногу в коленном суставе. И раскрываем тазобедренный сустав. Таз разворачиваем в сторону. А плечи сохраняем на месте. Насколько это возможно? Может быть, амплитуда будет совсем небольшой. Это тоже хорошо. Как у меня, например. Примерно. Отлично. А теперь постарайтесь выпрямить ногу в колени. И закрыть таз. Почувствовать глубокое растяжение задней части бедра. Веселая музыка. Хорошо. Поменяем сторону. Левая вниз по центру. Тимур, ты как? Идем дальше. Супер. Левая нога вниз. Правое колено согнуть. Раскрыть таз. А плечи выровнять. Параллельно полу. Почувствуйте легкое скручивание. Подышите. Постарайтесь даже в таком сложном положении. Сохраняем глубокое спокойное дыхание. И теперь выпрямляем заднюю ногу. Сокращаем заднюю стопу на себя. И поворачиваем таз. Чувствуем глубокое растяжение нижней ноги. Нижней пяткой тянемся вниз. Растяжение коленостопа. Три, два, один. Хорошо. Колени вниз. Ну что, немного отдохнем. Положите голову на пол. Расслабьте руки вдоль корпуса. И просто отдохните несколько секунд. Позвольте дыханию вернуться. Хорошо. Ладони снова под плечи. Друзья, опуститесь на живот. Можно через отжимания, кто ходит на Мэйгваде. Руки широко в стороны. И сейчас повернитесь лицом ко мне. Согните ближнюю ко мне руку. Дальнюю ногу оставьте прямой. Ближнюю согните в колени. И выполните небольшой твист в положении лежа. Здесь, если хотите, добавьте вытяжение грудного отдела. Подтянитесь ладонью верхней к ладонью нижней. Полежим еще немного здесь. И снова аккуратно возвращаемся на живот. Хорошо. То же самое в другую сторону. Завалитесь на бок. Спиной ко мне. Согните верхнюю ногу в колени. И ладонью подтянитесь к ладонью, если это возможно. Можно просто полежать на боку. Почувствовать растяжение плеча в нижней руке. И аккуратно возвращаемся. Хорошо. Оттолкнитесь руками. И сейчас развернитесь лицом к нам. Приготовьте ремень, либо полотенце. Можно остаться сидеть на пятках. Если у вас есть проблемы с коленями, сядьте просто по-турецки. Ну что, немного поработаем над мобильностью плеча. Это нам пригодится в нашем положении. Руки растяните широко. Держитесь за ремень. И здесь поднимаем ладони наверх. Перемещаем руки назад. Выполняем вращательное движение. Плечо может немного приподниматься. Но старайтесь при этом не зажимать свою шею. Руки должны двигаться синхронно. Если вам легко, то сократите расстояние между руками. И продолжайте выполнять вращательное движение. Продолжайте дышать. На вдохе поднимайте руки. На выдохе опускайте. У нас как бы новогодние колокольчики, да, здесь? Да-да-да. К темам. Очень подходит. Да, я же говорю, мы стараемся очень максимально сохранить новогоднее настроение. Вот видите, даже... Конечно. Стараемся не отпускать праздники. Мне кажется, стрейч отлично подходит для того, чтобы постепенно начать возвращаться в режим. Да, особенно если новогодний год удался. И еще один сделаем. И вернем руки. Отлично. Ну что, сейчас ремень убираем в сторону и готовимся к нашему положению. Мы переходим в положение лежа на спине. Ну что? Итак, безопасно. Через бедро опускаемся вниз, позвонок за позвонком. Тимур сегодня покажет опцию. И я тоже начну с нее. Можно будет остаться в ней или идти дальше. Сейчас аккуратно приподнимите таз, включая мышцы ног, подключая к работе ягодицы и заднюю часть бедра. Захватите руки друг за друга внизу под тазом и поставьте лопатки и плечи чуть ближе друг к другу. Итак, друзья, вы можете уже остаться в этом положении, а можете идти со мной дальше. Если вы остались здесь, работайте над раскрытием в грудном отделе, над вытяжением передней линии. Если вы готовы идти дальше, поставьте ладони за плечи и оттолкните себя наверх. Подойдите руками ближе к ногам и раскройте переднюю линию. Итак, но это еще не все. Мы с вами добавим подъем бедра, опора на нашу левую ногу и приподнимаем правую ногу вверх. Колено согнуто. Тимур, ты тоже можешь это сделать? Да, конечно. И если готовы идти дальше, вы примите вверх ногу. Ну что, подержим? Мне кажется, можно сфотографировать сейчас этот момент. Есть. Аккуратно поменяем сторону. И точно так же, левая нога по центру, постарайтесь больше веса переносить на руки вперед. Далее согните ногу в колене. Постарайтесь найти баланс. Если вы чувствуете себя уверенно, разогните ногу. И взгляд на пол. Прекрасно. Отлично опускаем колено вниз. Ну что, позвонок за позвонком. Укладываем себя. Немного компенсируем вытяжение передней линии. Все ли здесь, все ли остались. Колени к корпусу. И подтяните ноги к себе. Мне кажется, лучшее исходное положение лежа. Да, очень приятная часть. Вы большие молодцы. Я уверена, что все получилось. Надеюсь, вы слишком плотно не ели до этого. Спина вытянута. Немного раскатайте. Приведите мышцы в порядок. Сделайте себя неприятно. Ну что, это была первая поза. Мы идем дальше. Тимур приготовил тоже что-то для нас интересное. Мы снова меняемся. И сейчас мы будем уходить вниз. В исходное положение, стоя на коленях. И мы, чтобы было лучше вам видно, чуть-чуть меняем ракурс. И будем делать в диагональ. В диагональ будем делать наше упражнение. Так, чтобы вы видели нас. И впереди, и сбоку. Чтобы было все понятно. Было минимум вопросов. Сейчас мы занимаем исходную позицию на самом начале коврика. И лицом к краю коврика. Через стороны. Вдох. Вытягивайтесь за руками. Вытягиваемся выше. Дальше. И на выдохе аккуратно вниз. Выдох. Попробуйте здесь ладони опустить вниз на коврик. Живот привести к бедрам. И аккуратно на руках мы уходим вперед. Ладони под плечи. Опуская вниз бедра. Супер. И толкая коврик. Остаемся на коленях. Как я обещал. Да, правая нога вперед. Здесь сразу. Смотрите. Колено. Мы будем достаточно времени находиться на одном из коленей. Если тяжело стоять. Если дискомфортно. Мягкое что-нибудь надо подложить. Либо свернуть коврик. Нас не должно ничего не отвлекать. Правая нога вперед. Отлично. Пятка, колено, ширина таза приблизительно. Уже будем ставить. Опять будет тяжело стоять. С прямой спиной фиксируя корпус. Медленно вниз. Вверх грудь. Живот бедро. Уходим вниз. И как только почувствовали хороший стричь задней поверхности бедра правой ноги. Останавливайтесь. И снова с каждым третьим выдохом пробуем чуть ниже опускаться. Да, так пока нам комфортно. Если чувствуете, что уже начинается сильное сопротивление мышц, то здесь не торопитесь. Дайте ей время привыкнуть к новой амплитуде, к новому наклону. И как только почувствовали, что становится проще, можно опускаться дальше ниже. Еще раз внимательно. Корпус не округляется. Как вариант, вы можете опустить руки на коврик пол, чтобы легче было стоять. Отлично. Сейчас глубокий вдох и на выдохе максимально опустимся вниз. Вместе. Выдох. Здорово. И аккуратно будем возвращаться в исходную позицию. И сейчас мы сгибаем правое колено и остаемся по-прежнему на левом. Правая пятка под колено четко здесь. Вверх грудь, сгибатели бедра. Нам нужно левую часть таза толкнуть вперед, аккуратно прогнуться назад вверх корпусом. Да, грудным отделом. Сгибатели бедра. Верхняя треть левой ноги. Наши цели здесь. Постарайтесь прогнуться назад вверхом, таз толкнуться вперед и ощутить хорошее растяжение. Да, все той же верхней третьей части бедра. Группа мышц, которая часто очень находится в гипертонусе, да, в напряжении излишнем. Все равно, если вы много сидите, поэтому никогда лишним не будет как следует их растянуть. Сейчас за левой рукой вытянемся вверх. Добавим еще и вверх, да, фронтальная линия вся наша. Косые мышцы живота, прямая мышца, пресс. Очень хорошее растяжение. За рукой тянитесь назад в диагональ. Таз по-прежнему толкая вперед. Отлично. И аккуратно вернемся в исходную позицию. Ну что, здорово. Даем пару секунд чуть расслабиться передней поверхности бедра. И оставаясь в этой позиции. Правая рука упирается в коврик. Помогает нам встать, сгибая левое колено. Корпус вперед. И снова нам нужен здесь баланс. Нужен баланс. Если, опять же, чувствуете, что тяжело стоять, воспользуйтесь опорой. Корпус вперед. Пятка как ягодица. И две руки как вариант. Как вариант. Напрягайте левую ягодицу, если здесь недостаточно встречи квадриспсом. Если чувствуете, что легко и просто, да, значит, нужно сильнее напрячь ягодицу, толкнуть себя вперед. Лопатки к центру. И избегайте сильного наклона. Одна вертикальная линия – это плечо, таз и колено. Главное – легкое дыхание. Это все, что нам нужно здесь. Оно поможет нам максимально расслабиться, расслабить мышцы. И с расслабленными мышцами мы получим максимум результата до каждого упражнения. Супер. Аккуратно разгибаем голень. Медленно вниз правую ногу. Чуть дальше можно здесь ставить. И опускаемся вниз. Животом, тазом вниз к коврику. Сейчас мы опираемся на руки. Хороший глубокий выпад. Попробуйте опуститься как можно ниже. Как вариант – это ладони. Либо локти. Либо локти. Любой вариант, который вам здесь доступен. Чем ниже мы опустимся корпусом, тем больше встречи для внутренней поверхности бедра, задней поверхности правой ноги. Да, нога, которая стоит впереди, если вы делаете вместе с нами. Помните, что нам очень желательно в конце подхода оказаться чуть ниже, чуть дальше, чем в начале. Да, поэтому легкий выдох. Пробуем чуть ниже опуститься. Если это были ладони, можно опуститься вниз на локти. И останемся в этой позиции. Здорово. Внимательно сейчас. Правая рука вовнутрь вверх. Твист. Мы вращаемся. В ротном отделе я вытягиваюсь за рукой. Наша цель – это правая ягодица. Правая нога сильно прижата к коврику. Да, тем самым мы задействуем максимально ягодицу. Растягиваем ее. Отлично. Аккуратно вернемся в исходную позицию. Ну что, и сейчас в позицию, которая для нашего фото-челлендж. Это можно назвать, нет? Ну ладно, фоток. Для наших фоток. Сейчас глубокий, хороший выпад. Сразу ноги ставьте так, чтобы достаточно было баланса, равновесия. Это ширина таза. Проблизительно ширина таза. Правая рука, правая нога впереди. Рука под бедро. И нам нужно левой рукой взять легкий замочек правую. С колена вариант – это первый уровень. Минимум с колена. Если легко и просто. Нам нужно просто оторвать колено сзади. Отлично. Ну что, есть. Есть кадр. И аккуратно возвращаемся в исходную позицию. Супер. Назад. И мы будем менять стороны, которые рабочие, так сказать, у нас. Вперед левая нога. Все точно так же. Мы начинаем стоя правое колено под тазом. Левая нога прямая. Наклон вниз. Живот к бедру. Как только почувствовали стричь сзади по ноге. Стоп. Не забывайте на выдохе чуть ниже опускаться, увеличивая растяжение задней поверхности бедра. И так же не забывайте про релакс. Расслабиться, подышать. Здорово. Здорово. На выдохе максимально вниз. И аккуратно можно возвращаться в исходное положение. Сгибается нога, которая впереди. Левая нога, да? По идее, это должна быть. Вперед правая часть таза. Вперед правая часть таза. Напрягая ягодицу, вверх грудь, сгибатель бедра. Да, это верхняя треть правой ноги в этот раз. Мы растягиваем ее, именно ее. Тянетесь высшей грудной клеткой, высшей корпусом. И отлично. Правая рука. Время включить правую руку. Вытягиваемся вверх, назад в диагональ. Супер. Максимально здесь, да? Растянули сгибатели. И аккуратно будем возвращаться в исходную позицию. Хорошо. Левая нога чуть-чуть дальше. И сейчас левой рукой упираясь в коврик. Мы помогаем себе, да? Найти баланс. Еще раз. Мягкое что-то под колено правое, если тяжело, больно стоять. Опять же, нас не должно ничего здесь отвлекать. Мы должны максимально здесь расслабиться и в спокойном состоянии растягивать целевые мышцы. Вторая рука, это если комфортно вам. Лопатки к центру. Круг тянется вверх. Очень хорошая встреча здесь правой ноги, квадрицепса. Снова большая мышечная группа, на которой нужно достаточно времени здесь, чтобы как следует нам растянуться. Супер. Сейчас очень важно быстро не отпускать. Медленно, спокойно, плавно мы отпускаем стопу. Раскопая голень. И уходим вперед и вниз, опираясь на руки. Левая нога впереди, правая сзади. Хороший. Здесь уже глубокий выпад. Либо ладони, либо локцы. Один из вариантов, который вам будет комфортнее, доступнее. Крудь, крутная клетка вниз. Внутренняя поверхность бедра, задняя поверхность бедра. Левой ноги в этот раз. Нога, которая впереди у нас. Левая нога сильно давит в пол. Пятка под колено. И вот они уже непосредственно те упражнения, которые помогут нам встать в нашу позицию. Если есть куда, еще чуть ниже на выдохе. Отлично. Правая рука опорная, левая. Вытягиваемся вверх, разворачиваемся. Вытягиваемся вверх. Левая стопа плотно прижата к коврику. Следите, чтобы не отрывалась внешняя, внутренняя поверхность стопы. Пальцы, ног, пятки. Вся площадь стопы сильно прижата. Супер. И аккуратно возвращаемся в исходную позицию. Ну что, камеры готовы. Левая рука под левую ногу. Снова. Колено. Первый уровень. Если здесь хорошо, то можно остаться. Помните, нам нужно встать в позицию и еще нужно из нее самостоятельно выйти. Поэтому ищите вариант, который даст вам это все сделать. Или кого-нибудь, кто поможет, знать. Да-да-да, как минимум, кого-нибудь рядом придержите. Есть. Дубль, мне кажется, еще один. И аккуратно возвращаемся в исходную позицию. Ну что, нога назад. И немного в позе ребенка. Руки вперед, колени в стороны. Мы просто расслабимся здесь. Грудь вниз. Ягодицы на пятке. Отлично. И у нас еще одна, да, рокировка. Мы снова меняемся. Друзья, вы можете оставаться в этой же позе. И сейчас мы начнем с позы лебедя. Правая нога перед нами. Выведите стопу вперед. Сократите ее на себя. И потянитесь другой ногой назад. Выровняйте таз. Вы можете остаться здесь наверху, отталкиваясь руками от пола. Или постепенно переходить вниз. Опустите плечи, лопатки. Потянитесь макушкой вперед. Постарайтесь выровнять таз. Если есть дискомфорт в колене, то поднимите стопу еще выше. Почувствуйте длинную спину. Без напряжения в поясничном отделе. Задней ногой потянитесь еще сильнее назад. Глубокое растяжение в правой ягодичной мышце. Еще несколько секунд здесь. И если вы готовы идти дальше, то уйдите вперед за руками, а затем в правую сторону и в диагональ, чтобы полностью закрыть положение и вытянуться. Продолжайте дышать очень глубоко, естественно и спокойно. Хорошо, мягко возвращаемся. Ну что, у нас сегодня фокус на ногах, мне кажется. Поэтому мы добавим еще одно вытяжение квадрицепса. Захват за левую стопу сзади. И наклон вперед. Потяните пятку к ягодице. Насколько это возможно. Можно не опускаться вниз, а остаться наверху и просто тянуть к себе стопу. Почувствуйте, как вытягивается передняя поверхность бедра. Постарайтесь не поднимать плечи к голове. Хорошо. Очень аккуратно отпустите стопу. Подтяните к себе левую ногу. Пятка рядом с коленом, правая рука назад. И здесь небольшой прогиб толкните таз вперед. Насколько это возможно. Постарайтесь развернуть грудной отдел больше к потолку. Слегка подкрутить таз. И расслабить переднюю линию бедра. Отлично. Аккуратно возвращаемся. Садимся лицом к нам. Левая нога перед нами. Чуть согнута в колене. Правая стопа на бедро. Правое колено толкаем от себя. А левое колено подтягиваем к себе. Руки можно поставить сзади. Раскрыть грудной отдел. И здесь чем ближе пятка левой ноги к тазу, тем больше будет вытяжение в ягодичной мышце. Продолжайте тянуться макушкой вверх. Лопатки опускайте вниз. Здесь даже можно немного покачаться под музыку. Проводя небольшой самомассаж для глубоких слоев ягодичной, можно просто остаться. Есть. Левая нога уходит вниз. И оставьте правую стопу наверху. Попробуйте выполнить положение полулотоса. Либо, если оно недоступно, можно попробовать сесть просто по-турецки. Правую ногу положив спереди. Окей. Стопы на себя. Ровная спина. Как только вы будете готовы, добавьте наклон вниз за руками. Опустите плечи. И продолжайте дышать. Не обязательно складываться сразу и слишком низко. Проверяйте свою амплитуду. Наклон должен идти от таза. Плечи всегда опущены. Прекрасный момент. Приятное положение. Расслабление всей задней линии. Бедра, спина. Хорошо. И мы немного добавим к этому положению правый локоть наверх. Приподнимитесь и подтяните локоть к центру. Если есть возможность, захватитесь левой рукой сзади. Если нет, останьтесь в первом положении. Плечи опущены. Плечи опущены. И с выдохом немного наклонитесь вперед. Постарайтесь не давить верхней рукой на голову. Продолжайте толкать вес тела вперед. Возьми. Уже без опоры. Хорошо. Аккуратно возвращайтесь. Молодцы. Отпускаем правую ладонь. Левую ладонь. Можно встряхнуть руки. И мы вновь разворачиваемся в позу лебедя. Итак, снимите правую стопу. Снова повернемся влево. И оставим левую стопу перед нами. Правой ногой потянитесь назад. Начнем то же самое с другой стороны. Итак, можно перейти на предплечье. Можно остаться наверху. Выберите вариант, удобный вам. И задней ногой потянитесь еще сильнее назад. Спина прямая, плечи опущены. Тянемся подвздошной костью к пятке. Идите со своей скоростью. Если хотите, выпрямляйте руки до конца или оставайтесь здесь. Также можно подложить ладони под лоб, чтобы расслабить шею. Если готовы усложнить, то мы шагаем в стороны в диагональ. Вытягиваемся вниз. Закрываем положение. Ну что, пожалуй, нужно добавить квадрицепс. Захватитесь правой рукой за правую стопу. Можно остаться здесь или уйти вниз. Если стало совсем сложно, опция лечь на живот и просто подтянуть пятку к себе. Самый простой вариант. Старайтесь опускать таз ниже. Сохраняется вытяжение ягодичной мышцы. И подкрепляется вытяжением квадрицепса. Аккуратно отпускаем. Не бросайте, даже если очень хочется. И снова разворачиваемся лицом к нам. Выходите сюда. Левая нога. Стопа на себя. Ложите лодыжку на бедро. Колено толкните от себя. Ладони сзади. Можно подставить пятку правой ноги чуть ближе к себе. Выпрямитесь. Удлините грудной отдел. Толкните грудь вверх. Колено толкать от себя. Можно немного покачаться. Можно просто остаться. Выберите любой удобный вам вариант. Продолжайте дышать. Постарайтесь успокоиться. И приготовьтесь опускать нижнюю стопу. Сокращать ее на себя. Верхнюю. Подтяните ближе к тазу. Можно выйти в позу по-турецки, положив левую ногу перед собой. Хорошо. Ровная спина. И снова добавляем наклон от таза. С выдохом шагаем вперед. Плечи опущены вниз. Мышцы живота подтянуты. Дыхание свободное. Не торопясь. Двигайтесь вперед. Подбородок вниз. Старайтесь не закидывать голову назад. Постоянно приподнимайтесь от груди. С выдохом опускайтесь еще вниз. С помощью рук приподнимитесь наверх. Мы добавим вытяжение трицепса. Ладонь между лопатками. Локоть наверх. Если готовы, правой рукой захват в замок. И с выдохом добавить наклон вниз. Старайтесь не сгибаться. В спине сохраняется длинение. И еще несколько секунд. Отлично. Аккуратно снимаем руки. Ноги можно выпрямить и немного встряхнуть. Отлично. Согните левую ногу. Ладонь опустите вниз. И еще раз повторим наше красивое положение. Подъем таза. Стоя на голени. Толкаем грудной отдел вверх. Стараемся его повернуть чуть сильнее. Прокрутите вперед таз. Постарайтесь сократить линию мышц живота. И плавно вниз. Хорошо. Ноги в удобном положении. Скресно. Либо выпрямите их вперед. Плечи опущены вниз. Добавим твист. Посмотрите вправо. Твист помогает нам расслабить мышцы спины. Левой рукой давите на бедро. Хорошо. Хорошо. Сделайте вдох. И на выдохе в другую сторону. Просто чтобы снять лишнее напряжение. Посмотреть в сторону. Чуть сильнее давление. Чуть больше амплитуда. Хорошо. Аккуратно. Поставьте стопы рядом. Захват под бедрами. И округлите спине. Снимите напряжение с центральной части спины. Подбородок опущен. Отлично. Аккуратно выравниваем себя. И сейчас легкий стрейч нашей подвздошно-поясничной мышцы. Перейдите. Поза на коленях. Сделайте шаг вперед левой ногой. Подкрутите таз. Постарайтесь сохранить углы под коленями 90 градусов. Захват под левым бедром. И сейчас мы немного округляемся. И тянем грудь к тазу. От таз к груди. Почувствуйте вот это вытяжение. Прямо над бедром. Плечи опущены. Сильнее проталкивайте вперед таз. Найдите эту глубокую мышцу. Еще 10 секунд здесь. Никуда не торопимся. Отличное положение для тех, кто много сидел в эти праздники. Никуда не торопимся. Целый год впереди, да? Это точно. Теперь у нас много времени. Пора строить новые цели, новые планы. Надеюсь, в ваших планах есть улучшение гибкости. Поменяйте сторону. Ладонь под колено. Снова подкручиваем таз. Толкаем бедро максимально вперед, сокращая левую ягодицу. Немного округляемся. И стараемся сократить мышцы, как будто застегнуть на молнию. Еще несколько секунд. Хорошо. Правая стопа вниз. И сейчас сядьте на пятки и немного приподнимите правое колено. Насколько это возможно. Опция поставить стопу чуть дальше вперед и растянуть передний свод стопы. Сидя на пятках. Чуть-чуть приподнять правое колено вверх. Отлично. Легкий стрейч. Можно немного отклониться назад. Хорошо. И поменять сторону. Левая стопа чуть вперед. Поднять колено. Надавить на пятку. Отлично. Ну что, мы готовы к положению? Да? Да, да. Попробуем сделать сегодня позу русалки. Начнем с правой ноги. Снова выходим в положение лебедя. Сейчас уже должно быть комфортнее. Мне кажется, таз хорошо сел. Далее. Друзья, что мы делаем? Мы выполняем захват левой рукой за стопу. Итак, это самый-самый первый вариант. Вы можете остаться здесь, если получается. Если сложно, то можете остаться просто здесь. Но это будет совсем просто, мне кажется. Итак, первая опция здесь. Если готовы идти дальше, выполняем обхват локтевым суставом. Стараемся отстроить положение, развернуться максимально сильно вправо, чтобы натянуть линию с левой стороны. А если вы готовы идти еще дальше, я покажу сегодня вам новый вариант. Не наш стандартный, который мы иногда делаем, а чуть более сложный. Стопа ближе к подошечной впадине. Ладонь на колено. И правая рука оборачивает себя. Тимур, в этом году сделаем? Обязательно. Друзья, да, я все хочу добавить, все тренировку, когда Яна говорит, если вам сложно, если вам сложно. Если вам сложно, друзья, тренируйтесь чаще. Тренируйтесь чаще. Это верно. Будьте чаще в эфирах с нами. Я думаю, фотографии есть. Поменяем сторону. Ну что, я думаю, можно развернуться туда, да? Поправим немного коврик. Точно так же с левой ноги. Левая нога перед нами. Потянитесь правой максимально сильно назад. Выпрямитесь в спине. Выровняйте все. И выполните захват ладонью за стопу. Можно остаться здесь. Можно пойти дальше. Дальше обхват локтевым суставом за стопу. Это вариант 2. Тоже красиво. Представили, что нас сфотографировали. И дальше, если вы готовы, подтяните стопу ближе к подмышечной впадине, захват за колено. И правая рука тянется к бедру. Ну что, фотографируемся. Наверное, есть уже снимок. Да? Отлично. Отпускаем стопу. Ну что, давайте еще раз поза ребенка. Колени в стороны. Таз на пятки. Расслабиться. Летянем спину. Расслабить шею. Друзья, аккуратно поднимаемся наверх. Не торопитесь. Шагаем руками. И медленный рулап. Позвонок за позвонком. Раскручиваем себя. Не торопитесь. Круг плечами. Разворачивайтесь лицом к нам. Большое вам спасибо за то, что сегодня провели время вместе с нами. Строим новые планы на Новый год. Желаем вам их осуществлять. А мы вам в этом поможем. Счастливого Нового года. Будьте с нами. Пока-пока. Да, друзья, всем спасибо за тренировку. И до новых встреч. Будьте с нами чаще. В эфирах, в записях. Не забывайте, что все это можно пересмотреть. И не один раз. Не забывайте ставить для себя уведомления, которые будут вам помогать. Помогать. Узнавать, когда выходят новые тренировки. И, конечно, любая активность, комментарии, сердечки, которые нас здорово мотивируют, становятся лучше, делают для вас лучшие тренировки. Вот поэтому в Новый год вместе с World Class. Пока-пока. 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 Продолжение следует...